Дорогие телеглядачи, до студии Нового Дня. Завитала Алена Алексеева, флорист. Доброго ранку. Здравствуйте. Дуже рада тебя видеть в нашем эфире. Что сегодня будем делать, чем снова будешь добывать? Сегодня мы будем делать такую красивую флористическую корзину, но это якобы не корзина, а вот такая вот как ракушечка. Морская тематика. Да, ну как бы весна, все уже готовятся, все равно уже к лету, уже можно об этом мечтать, начинать делать отпуска, писать себя, отправлять в отпуск, поэтому мы сочетаем такое лето вместе с цветами весны. Які квіти нам сьогодні необхідні? Мы взяли альстромерю, это такой весенний цветок, в принципе, он есть и круглый год, но именно вот такие цвета как бы пахнут и дают нам весну понять, что она пришла. Хочу відчути цей аромат, дійсно пахне весною. Итак, что мы робимо, с чего мы распочинаем? Как всегда, мы берем наш друг, незаменимый оазис, это флористическая губочка, мы ее вырезаем по нужному диаметру, то есть ничего как бы сверхъестественного вам вырезать, черчения вам не нужно, просто выбираем квадратик нужный. Такую вот корзиночку, они, кстати, бывают разных размеров, их там бывает три вида, большая, маленькая, мы взяли большую, так как праздник, весна. Мы, бачу, ее задекорировали с речками, метеликами, декорировать можно на будь-який смак. Все, что у вас есть под рукой. Еще очень красиво можно оставить классику, это плетенка коричневая, но мне даже чуть, если честно, больше нравится белый, розовый. Берем спрей, который у нас такая специальная краска, и покрываем ее, то есть красим. Так все даже корзиночки красят, если вы видите разных цветов. Зрозуміло. Аленочка, я бачу, что много в тебе еще приладь, есть всякие наместинки, сердечка, божьи коровки, даже бачу. Да. Что они мы декорируем? Мы будем, когда вставлять цветочки, бабочку мы уже сюда как бы вставили, а это мы будем добавлять на цветы и ставить. У нас же пришла весна, божьи коровки скоро прилетят, поэтому на нашу композицию они уже прилетели. Что ж, я думаю, что варто запретить сити весну до нашей студии, до нашего места, потому что ця про холода, цей холод уже просто надоев усим. Тоже, предлагаю уже начать, и, возможно, даже сейчас, когда весна побачит нашу чудовую композицию, сразу засияет сонечко. Так. Начинаем. Берем нашу корзиночку, вставляем сюда. Также самое, если вы будете переносить ее кому-то дарить, можно просто ниточкой аккуратно закрепить, чтобы она была переносена. Иночка, чтобы ты у нас не стояла без дела, тем более ты у нас тоже уже начинающий флорист. Что мы делаем? Мы начинаем обрезать наши цветочки. Обрезаем у квитки. Ось так здесь, да? Да. Так, раз. И смотрим по диаметру. Здесь очень все просто. Другая квитка. Также самое, что подскажу, можно взять шпажку дома такую вот, или палочку, если не обязательно покупать, и сделаем ее вот так, чтобы оно как бы вот держалось. Такой мини-секретик. Гарный секретик, адже я думаю, что, если не додивишься и трошки вкусишь крышечку, то будет очень шкода, что зимнешь квитки. Так. И, кстати, очень долго стоит альстромерия. Это очень хороший цветочек. Он не боится ни тепла, ни холода. И если вы хотите, чтобы долго-долго радовала глаз ваша композиция, она очень, альстромерия подходит. Так, возьмем он трошки вот такого, иншого колору, который мне дуже сподобался. И, кстати, альстромерия выращивает у нас в Николаеве в теплицах. То-в-в-то следующий наш мистенец, капиточка. Да, да, как бы такой цветок чуть-чуть экзотический, да, многие люди подумают, что это привозной. Нет, это совсем наш, даже николаевский. Забаву-то взяла? Вот, смотрите, обрезали, потрогали, что она, тон поломался. Это надо обрезать, и ничего страшного, даже, смотрите, оно коротенькое. Мы все равно найдем место. Так. Да, можно чуть-чуть подлиннее обрезать. Доброе. Ты же, как флорист, мне кажется, я правильно. Хотя можно, с такой корзинкой, с флористической губкой ошибки не страшны. Ось так, майже заповнили мы. Такая прямо касянка у нас весенняя на столе получается. О, одразу три зробила? Прямо жирнее. Ну, уже навчилася? Ну, да, да. И с квіточками у нас поки що все. Все, тепер будемо прикрашати далі наместинками, як я розумію. Да, достаем Божью коровку. Даже, смотрите, сегодня нам флористический пистолет не нужен, который клеево мы берем. В принципе, мы сегодня можем обойтись без него. На Божьих коровках есть слепкая лента. Мы ее берем на видное место и цепляем. Вот у нас Божья коровка. Боже, и одразу живыми фарбами засяяла наша композиция. Маленька Божья корівка. И сразу, когда дается такая какая-то эксклюзивность, интересность. Одразу відчувается прихід весны. Да, можно сделать семью. Две больших и одна маленькая. Есть у нас и маленькая Божья коровка. Как я розумію, уже готова наша композиция. За бажанням можете прикрасити ее іншими прикрасами. Але у нас сьогодні так чудово, ніжно, по весняному. Альонечка, сьогодні святкується День сови та жайворонка. Ти сова чи жайворонок? Сова. Ось, как справжній совенятке, сьогодні дуже багато гостей. У нас були совенята. И до тебя у меня питание. Як ти прокидаешься з ранку, який в тебе секрет для того, щоб з самого ранку відчувати заряд бадьорості? І як взагалі прокинутись, а не проспати на роботу? Я, наверное, счастливый человек, так как я люблю свою работу. Утром, когда я открываю глаза, я хочу еще спать, но я начинаю строить себе плани, какую красоту сегодня я буду делать. И, честно, это очень помогает. Поэтому я желаю нашим телезрителям ходить, любить свою работу и быть счастливыми. Дякую тебе, Альонечка. Вітаю тебе с Днем сови та жайворонка. Днем совпаде.